Новая санкция против России в американском конгрессе сегодня планирует проголосовать за законопроект, который во многом изменит политику самих Соединенных Штатов. Почему? Выяснял Дмитрий Анопченко. Конгресс меняет правила игры. Палата представителей запланировала рассмотреть сегодня новый законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. Но главное даже не это, а норма, которая дает конгрессменам право вето, если в будущем президент попытается эти ограничения изменить. Пока что глава государства может санкции своим указом смягчить или ужесточить, но в законе прописали, он должен в конгресс на поклон прийти и объяснить, что именно собирается делать. Причем забирают полномочия у президента вовсе не его противники, демократы, а как раз однопартийцы, республиканцы, которые и контролируют Нижнюю палату. Дональд Трамп сейчас в очень щекотливой ситуации, ведь документ направлен по сути не только против России, но в прессе подается исключительно как законопроект о санкциях против Кремля. И команда Дональда Трампа в ситуации выбора между плохим и еще худшим, выбора из двух зол, либо пойти на уступки конгрессменам и добровольно отдать им свои полномочия по влиянию на внешнюю политику, такого ни при одном президенте не было, либо свои полномочия отстаивать, закон тормозить, либо и вовсе использовать право вето и мгновенно наткнуться на серию обвинений в сговоре с Кремлем, а их и без того хватает. В итоге Белый дом пошел на хитрость. Заявил, Трамп в целом за санкции, но о новом законе свое мнение выскажет после того, как обе палаты его примут. Рассчитывая, что пока документ до Сената дойдет, в него и правки внесут, и время удастся выиграть. И бизнес, и политики теперь пытаются разобраться, а что изменится и в самих Соединенных Штатах, и в мире, если законопроект все-таки будет проголосован и подписан. Выяснили, он блокирует кредиты для российских банков. Те максимум на две недели смогут в Штатах деньги занять. А российская экономика вся сейчас зависит от перекредитования. В документе впервые прописали противодействие строительству газопровода «Северный поток-2». В тексте указано, он наносит вред энергобезопасности ЕС, Восточной Европы и Украины. А еще предусмотрены санкции для тех, кто вложит больше миллионов в строительство российских газопроводов или даже будет предоставлять для них услуги, технологии или информационную поддержку. Выделят и деньги. 250 миллионов долларов в ближайшие два года для противостояния российскому влиянию. Политика здесь меняется, меняется резко, гайки закручивают. И сегодня палата представителей Конгресса должна сделать для этого первый шаг. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Конгресса.